МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И совсем скоро он поборется за выход в полуфинал. А вот как в целом прошел день для казахстанских спортсменов, расскажет мой коллега Тамерлан Леубаев. Это признали все. Казахстанский боксер продемонстрировал по-настоящему зажигательный бой. Мухаммед Сабыр Базарбаевла выступал в категории до 63,5 килограмма. В одной восьмой ему противостоял серебряный призер Азиады Лай Джуэн. Как в первом, так и во втором раунде наш атлет наносил точные комбинации, поливал соперника ударами и заставлял защищаться. А вот в третьем оба спортсмена действовали агрессивно, но казахстанец оказался собраннее. Как итог, трое из пяти судей признали победу нашего боксера. «Тайванский боксер очень сильный, что меня и не удивило, ведь на Олимпиаду приезжают лучшие. Опытный спортсмен с большим количеством наград. И мне понадобилось время, чтобы понять, как действовать. Подстроился под тактику моего оппонента. Так и получилось выиграть». Таким образом, подопечный Мирзагали Айджанова вышел в одну четвертую и поборется за путевку в полуфинал с двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, грузинским боксером Лашей Гурули. А вот лидеру сборной по боксу, бронзовому призеру прошлой Олимпиады в Токио, Камшебеку Кункабаеву, к сожалению, так и не удалось пройти дальше. Против него выступил чемпион Европы, испанец Аюб Гатфа. Во всех раундах преимущество оставалось за казахстанцем. Кункабаев вынуждал оппонента атаковать и совершать ошибки. Однако, если в первом раунде судейская коллегия признала победу нашего боксера, то во втором и в заключительном отдали предпочтение испанцу, который теперь будет бороться за путевку в полуфинал. «Так уж вышло, что испанец оказался сильнее. Он грозный противник, стоит признать. А я сделал все, что мог. Будет возможность, выступлю снова. Но перед этим нужно сделать огромную работу и продолжать тренироваться». Сегодня на Олимпиаде разыгрывается 12 комплектов наград. Олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову Акын из Павлодара посвятил песню. Ее автор Оразбек Бактхан. Он работает в местной школе. Как и миллионы наших соотечественников, Оразбек следил за выступлением звезды казахстанского дзюдо. И, как и вся страна, до слез радовался победе Елдоса Сметова. Оразбек Бактхан впечатлен от победы Елдоса Сметова. Особенно павлодарский поэт вспоминает реакцию чемпиона после триумфа, когда он давал интервью и принимал поздравления от главы государства. Говорит, уснуть не мог в эту ночь. Вихмы так и крутились в голове. Если честно, я за спортом сильно не слежу. Смотрю иногда футбол или бокс. И вот на всю страну в новостях прогремело. Первый чемпион, победитель Олимпиады Ельдос Сметов. Я пересмотрел поединок по ютубу, и меня невероятно впечатлило выступление нашего земляка. Как и для миллионов казахстанцев, для меня это большое событие. Я очень вдохновился, и ночью, когда уже готовился ко сну, ко мне пришли строки. Родившиеся строки Оразбек Бакытхан поспешил записать в блокнот. Уже в три часа ночи песня после недолгих корректировок была готова. В ней упоминается знаменитый борец, олимпиец Жаксылык Ушкемпиров. И это не случайно. Давая интервью, чемпион рассказал, что когда-то получил напутствие от Жаксылыка Ушкемпирова. Он пожелал ему стать чемпионом. Ельдос Сметов занимался в зале имени Жаксылыка Ушкемпирова. Упоминал родителей, которые весь спортивный путь его мотивируют и не дали бросить большой спорт. Вот эта история сложилась в песню. Оразбек Бакытхан сочинил не только слова песни, но и музыку к ней. Говорит, что с гордостью будет исполнять ее на концертных площадках. Отмечу, Павлодарский Аким победитель многих республиканских конкурсов художественного слова «Жир Терьме», обладатель медали «Халык Алгасы». Оскар Кобеденов, Алексей Еменицкий, Жибек Жилы, Павлодар. Это новое время, и мы продолжаем. Ежегодно более двух тысяч человек погибает в ДТП на дорогах страны. Такую печальную статистику сегодня озвучили на заседании правительства, где рассматривали вопрос безопасности на дорогах. По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, большинство аварий со смертельным исходом происходит на загородных трассах. Глава ведомства связывает это с низким качеством дорог. Ержан Саденов отметил, что требуется срочное строительство более шести тысяч километров дорог с четырехполосным движением. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД провести детальный анализ аварийности в каждом регионе и усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках. С 1 сентября во всех регионах страны стартует проект «Социальный кошелек». Он способствует быстрому оформлению мер государственной поддержки. Особый акцент делают на получателях льготного школьного питания и предоставлении бесплатных лекарств. В нем уже участвуют 93 организации образования и 43 медицинских учреждения. Если раньше эти процессы были ручными, то есть, по сути, рецепты выписывались вручную и необходимо было с этой бумажкой приходить в аптеку и бумажкой пользоваться, то в настоящий момент можно использовать это мобильное приложение с помощью QR-кода, видеть и всю историю того, что было назначено, и получать очень удобно. А казахстанские ученые подтвердили уникальную генетическую идентичность собак Таза. Исследование длилось три года и не оставило сомнений в том, что они являются одной из старейших и чистокровных пород борзых, сохранивших свои качества на протяжении столетий. Сейчас лучших представителей породы готовят к участию в пятых Всемирных играх кочевников. Айман Каймульдина расскажет подробнее. Выносливость, скорость и острое зрение. Храброму охотнику нет равных. История помнит, как когда-то Тазы могла прокормить целые аулы, поэтому и признана одним из семи сокровищ казахского кочевника. А теперь генетическую структуру этой уникальной породы подтвердили и результаты исследования, укрепив ее статус одной из древнейших собак. Эта порода действительно уникальна. Она не повторяется нигде, ни в турецкой, ни в афганской борзой. Мы как ученые генетики на основании археологических материалов и данных мы сейчас подходим к изучению именно возраста породы Тазы. Но по историческим данным ей более тысячи лет. Сотрудники Института генетики и физиологии говорят, что использовались новейшие молекулярно-генетические методы. Они позволили заглянуть в самую глубину генома Таза. Впервые в исследовании применили два типа маркеров, один из которых абсолютно новый. Вот на этом графике, действительно показывает, здесь для сравнения казахской Таза было взято афганский борзой, арабский салюкий, русский псовый борзой, блотхаунд, оттерхаунд, випет, грейхаунд и серый волк. В мировой науке известно, что афганский борзой и салюкий, они являются древнейшей породой. По описанию. И что самое интересное, казахская порода тоже совмещается с этими. Она тоже является древней. Кроме того, ученые изучили поведение, физиологию, адаптивные качества Таза и выявили ген, который может влиять на скорость бега и выносливость. Но самым главным открытием стало подтверждение, что казахская борзая действительно древняя порода. По словам ученых, популяция Таза пережила генетический кризис. Прошла через то, что в генетике называется бутылочным горлышком. 50 поколений назад как раз популяция Таза в нашем регионе она пережила именно вот это бутылочное горлышко. Она сузилась. А после, значит, сейчас, в данный момент, для размножения, развития Таза создался хорошее условие. И сейчас она будет развиваться. В Казахстане, по неофициальным данным, числится до 3000 голов казахской борзой. Между тем, работа продолжается. Это исследование позволило ученым не только раскрыть генетические тайны Тазы, но и разработать программы по ее сохранению и развитию генетики. Надеются, что теперь Таза будет признана как самостоятельная порода на международном уровне. Айман Каймульзина, Ерик Керемкулов, Джебек Жола, Алмата. И пока это все новости. Увидимся в следующем выпуске программы «Новое время». Мы сегодня в эфире в 18.10. Не пропустите и оставайтесь на Жебек Жолы. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин